22 августа, в день государственного флага России, перед зданием диорамы на Сапун-горе, развернули самое большое в Севастополе полотнище российского триколора. Место выбрано не случайно. Здесь разворачивались решающие бои за город в Великую Отечественную войну. Утром 7 мая 1944 года начался штурм высоты и уже к вечеру того же дня части 77-й и 32-й гвардейских стрелковых дивизий первыми заняли гребень Сапун-горы, где зареяли победные штурмовые флаги. Сегодняшний праздник в очередной раз напоминает нам, насколько бережным, внимательным и уважительным должно быть отношение к государственным символам. И помните, что именно под этим флагом прямо сейчас наша российская армия защищает мир, покой и благополучие наших граждан, защищает независимость нашей Родины. Наш флаг является самым большим на территории Севастополя. Его размеры составляют 17,5 метров – это ширина, и 45 метров – его длина. Музей обороны Севастополя и музей-заповедник Херсонес-Таврический проводят акцию «Флаг Родины» с 2017 года. Она стала символом единства и патриотизма для севастопольцев. Это дань уважения к истории нашей великой страны и силе ее вековых традиций, которые рождались в военных победах. В этом году в ней участвуют более 100 человек из государственных учреждений и общественных организаций. К акции впервые присоединились силовые структуры – МЧС, Росгвардия, МВД, служба судебных приставов. К обелиску славы легли алые гвоздики. Это не только сегодня важно, это важно постоянно. Флаг России – это символ государства. И мы, как государственные служащие, сотрудники, нам просто… для нас это более чем символ. Мы служим этому флагу, служим нашему государству, нашему народу. И на сегодняшний день сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по воле сердца присутствовали здесь совершенно при развертывании флага, присутствовали при этом празднике.